МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вопросы веры» в студии я, Инна Скоробогатова. Сегодня у нас в гостях Ирей Владимир Васильев. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, матушка! Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы будем отвечать на вопросы наших прихожан и телезрителей. Батюшка, как правильно подготовиться к исповеди и святому причастию? Это очень важный вопрос в современном мире, так как много людей заняты последними делами, своими трудами, заботами. И часто люди приходят к священнику с этим вопросом. Я, конечно же, говорю, что нужно посмотреть внутрь себя, свой внутренний духовный мир. И для этого нам церковь помогает тем, что дает советы. Советы церковные говорят нам о том, что есть пост, пост, который полезен для нашей души, для нашего тела. Церковь говорит о том, что пост может быть семидневный, по нему еще и может быть пост и трехдневный. В нашей семейной практике мы говорим о трудневном посте, который заключается не просто в выдержании скромной пищи, но и в воздержании телесном. Телесное выдержание подразумевает, это, конечно же, упорядочение своих мыслей, упорядочение своей души. Воздержание может быть также и по отношению к близким, по отношению к тому, что мы можем кого-то обижать словом, а в эти дни мы должны быть милосердны, как и все остальные дни мы должны быть милосердны к нашим окружающим. Мы, конечно же, во время подготовки, будь то трехдневный, будь то семидневный, начинаем думать о том, как правильно читать церковные молитвы. Конечно же, мы знаем, что читаются церковные каноны. Церковный канон покаянный Иисусу Христу, престолу Дричества Богородицы и ангелу-хранителю. Также читаются правила Копричаствия и Святой Канон. Сама по себе исповедь – это не просто формальное исповедание грехов, это, конечно же, осознание и понимание того, что человек произносит. Осознание греха дает человеку возможность искренне покаяться. Покаяние подразумевает и сокрушение сердца, и сокрушенные сердечные слезы, которые человеку дают понимание глубокого раскаяния. Иногда люди приходят с вопросом, как можно примириться с теми людьми, которые находятся далеко от нас. Я на этот вопрос просто отвечаю, что вы должны примириться хотя бы в своем сердце, попросить искреннее прощения, если у вас нет возможности этот человек навестить или посетить его. Попросить у него прощения хотя бы в своем сердце, в своих мыслях, и дать обид Богу, что вы простили его, и прощаете ему, если он обидел чем-то вас. Также во время трёхдневного поста часто спрашивают люди, как правильно поститься. На самом деле пост заключается сейчас не в том, чтобы не вкушать молоко, мясо и яиц, потому что это можно заменить более другими постными продуктами. Но есть ли в этом истинный пост? Наверное, всё-таки истинный пост – это тогда, когда человек пытается полностью воздержаться от какой-то, ну, такой, скажем, изысканной пищи, будь даже наислена и постная. Вот, пост – это уединение своей души внутри себя. Беседа, наверное, с ней прежде всего. Понимание о том, что душа хочет и что душе надо дать во время таинства, покаяния. Душа хочет только очищения. Очищения того, что человек сам в неё привнёс. Поэтому, очищая свою душу словесно, исповедуя грехи, мы можем, с другой стороны, и нагружать своё тело пищей. Батюшка, а какой должна быть пища? Я скажу, пища должна быть такой вот скромной монастырской, как принято в наших русских монастырях. Это каша, это фрукты, это овощи. Это то, что выручено своим трудом. Это полезно для тела и очень даже помогает человеку эти три дня поститься. Батюшка, а как правильно построить исповедь? И можно ли приходить к священнику с записками? В этом ничего плохого нет, с одной стороны, когда человек вечером сидит дома, думая о своём образе жизни, о своих мыслях, о своих чувствах, о том, как согрешил пред Богом человек, и записывает это на бумагу. Но как пастырь, я не могу понять того, что человек, который совершает грехи, он знает, что их совершает. А когда приходят на таинство исповеди, человек о них забывает. Поэтому я думаю, что всё-таки вечером человек может посидеть, подумать, записать. Но когда подходят к священнослужителю, есть человек в разуме, с пониманием пришёл на таинство исповеди, человек должен это произносить сам. Без всяких подсказок, без всяких задумчивых мыслей, когда читает, человек отвлекается в этот момент. Должен сам вспоминать, думать, произносить, говорить. Потому что когда человек совершает грех, он об этом понимает, и грех невозможно забыть. Поэтому от волнения люди могут забывать. Но если человек приходит на исповедь, и с украшенным сердцем думает о своих грехах, пусть исповедь будет 10 минут, но человек сможет их все вспомнить и произнести. Почему на литургии прежде освященных даров не прочищают младенцев? Это очень интересный вопрос, потому что многие с этим вопросом всегда обращаются, в частности, молодые родители, которые приходят в храм, как на обычную литургию, на литургии прежде освященных даров, и говорят, вот мы хотим приезжать нашего младенца. Ну, младенец, это ещё, мы подразумеваем, грудной ребёнок, который не питается твёрдой пищей. Как мы знаем сами, что младенец причаивается только кровью Христовой, потому что не может вкушать ещё полноценно. Ну, и литургия прежде освященных даров – это необычная литургия. Это литургия, которая практически служится полным новым чином, литургическим чином. На богослужении самой литургии уже используется заранее освященный агнец. И в чашу, в церковный потерь, опускается уже пропитанная кровью и заготовленная ещё литургией Анзеллатоуста церковный агнец, то есть это причастие уже напитанной кровью. А в чашу вливается обычное вино. И вот мы говорим о том, что в чаше, в потере на литургии прежде освященных даров уже напитан агнец, которым могут причаиваться верующие, взрослые. А младенцы, которым мы причащаем только кровью, раз агнец уже пропитан кровью, то то вино, которое вливается в чашу, оно не считается кровью спасителя. Поэтому мы детей, маленьких младенцев, не причащаем. Вот кто уже возросли из детей, тот могут причащаться просто телом Христовым, которое уже полностью пропитано кровью. Это так происходит на литургии Иоанна Златоуста, которая служится, допустим, накануне Великого Поста, заготавливается на всю седмицу предстоящую Великопостную агнцы, пропитывается в чаши святой и храняется на святом престоле. И уже впоследствии служения литургии прежде освященных даров святой агнец опускается в чашу. Поэтому мы говорим о том, что новое построение богослужения, сама по себе литургия совсем другая, совсем иная, кроме некоторых, повторюсь, моментов, в частности, пропивается «Отче наш», есть некоторые схожие к тени в самом богослужении, а так суть, суть уже совсем другая. Агнец заранее освящен. Дорогие телезрители, мы ненадолго прервемся на традиционную рубрику «Седмица», сразу после которой мы продолжим нашу беседу. 4 декабря в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы по благословению митрополита Пензенского и Нижнеламовского Вениамина протеерей Павел Матюшечкин, исполняющий обязанности секретаря Пензенской епархии, возглавил божественную литургию в Веденском храме микрорайона Веселовка города Пензы. Введение во храм Пресвятой Богородицы третий великий праздник церковного года, который следует за Рождеством Пресвятой Богородицы и воздвижением Креста Господня и подводит нас к величайшему после Пасхи празднику – Рождеству Христову. Перед Таинством Причастия протеерей Александр Овцинов обратился к верующим с проповедью, посвященной этому удивительному событию, произошедшему в истории человечества. У благочестивой супружеской пары Иакима и Анны долго не было детей. Своими горячими молитвами они умолили Господа даровать им чада. Родилась девочка, которой было дано имя Мария. По еврейскому обычаю, по еврейской традиции, по Моисееву закону было такое повеление, что тот ребенок, который рождается первым, посвятимый Господу Богу в служении в Иерусалимском храме, что и было сделано в дальнейшем. Когда отрекаетесь полностью около четырех лет, по преданию священному, вся семья собралась до того, чтобы привезти их в храм к Иерусалимскому. Уже многие люди знали о том, кто родилась эта девочка у этого благочестивого семейства и пришли с великим торжеством, с великой радостью отдать ее возложение Господу Богу. Потому что все увидели в этом пропастье и явную силу, и славу Божию. Вот эта девочка, будущая Матерь Божия, сегодня входит во святая святая. А когда-то женщина была источником искушения на земле, так сегодня настало начало нашего спасения. Начало источника Божьей милости, Божьей благодати и славы Божией здесь на земле. Будьте дорогие братья и сестры, праздник является праздником детства. Он каждому из нас дает в том наставление, что мы, имеющие детей свои, должны воспитать вере православную. По нашему образу и по нашему примеру. По завершении литургии под праздничный перезвон колоколов верующие с молитвой прошли крестным ходом вокруг храма. В субботу 7 декабря высокопреосвященный митрополит Пензенский Нижнеламовский Вениамин совершил всеночное бдение в кафедральном соборном храме в честь успения Пресвятой Богородицы в Пензе. Владыке сослужило духовенство Пензенской епархии. По окончании сеночного бдения прихожан поздравили с воскресным днем и пригласили на божественную литургию. 8 декабря, в день отдания праздника в Ведение во храм Пресвятой Богородицы, митрополит пензенский Нижнеламовский Вениамин возглавил божественную литургию в веденском храме микрорайона Веселовка города Пенза. Праздничным перезвоном колоколов, хлебом с солью и большим букетом белых роз встречали прихожане своего архипасторя. Перед таинством святого причастия с проповедью к верующим обратился протоиерей Александр Овцинов, который напомнил, что во время богослужения был прочитан отрывок из Евангелия от Луки о том, как в субботний день в синагоге Господь исцелил некую женщину, 18 лет скованную страшным недугом. Сей поступок вызвал негодование у начальника синагоги. Он укорил Христа, поскольку суббота – особый день для древнего еврейского народа, день для молитвы, день свободный ото всяких дел. Этим евангельским примером церковь осуждает лицемерие и фарисейство. Благие дела должны совершаться, невзирая на место и время. Отец Александр обратил внимание верующих на то, что семья – это прообраз храма Божия, что нужно заботиться больше о чистоте душевных помыслов, нежели о внешних благах. Особенно это важно сейчас, во время поста. Что за человеку главнее – одежда или тело, или душа человеческая. Что за человеку будет, если он весь мир приобретет, а душу свою помысл. И вот пост представляет нас с тобой, как задуматься, дорогие братья и сестры, чтобы каждый раз постараться тем постом правду душевно преобразиться, душевно восприять над своими грехами и постом. Тот, который имеет правду в вашем семье стать источником любви и Божьей милости. Чтобы чаще своими детьми время проводить не только в каких-то веселениях и праздничных днях, а в молитве, в радости, в духовном отношении. Что такое общая семейная молитва? Это в первую очередь сила Божия, меняющая семью во единное целое. Ведь семья есть прообраз храма Божия. Недаром, дорогие братья и сестры, сегодня именно в пост и день, в посту, мы читаем это Евангелие. Евангелие, которое обречает наши лицеперии. То Евангелие, в котором Господь указывает нам истинный путь для спасения. Истинный путь для надежды о нашей вечной жизни. И так совпало, дорогие братья и сестры, что на сегодняшний день мы празднуем на данные, мы сейчас по празднику, меняем его храм, пресвятой древней Богородицы. Ту, которая для каждого из нас стала Матерью, потому что воистину, через нее пришел в мир тот, кто открыл нам здание небесное. И дай Бог, чтобы наши дети в нас подвели ту бесконечную любовь, которая имеется в сердце Божьей Матери. Ту искреннюю, слезную молитву о нашем веке. Чтобы наши диктили в нас яркий пример веры православной. Той верой, которая является жизненной. Той верой, которая является спасительной. Мои старые братья и сестры, сейчас, в наше современное время, мы видим, что разрушаются институты и власти, и какие-то организации тому подобное. Мы помним только, что должно быть одно. Ту, фразу православную, что Русь святая, храни веру православную, не только твой спаситель и надежда. Аминь. 9 декабря, в день памяти святителя Иннокентия Иркутского, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил божественную литургию в домовом храме во имя Иннокентия Иркутского Пензенской православной духовной семинарии. Святитель Иннокентий, первый епископ Иркутский, происходил из дворянского рода. Немногим более четырех лет окормлял он Иркутскую паству, но и это короткое по человеческим меркам время употребил он с великой пользой для спасения. Владыка Иннокентий не отличался крепостью здоровья, но подвигов духовных и телесных не оставлял. В Иркутске им были открыты две школы – русская и монгольская. Начато строительство каменного храма в Вознесенской обители города. По недосмотру сената, святитель Иннокентий не получал жалований до самой смерти и терпел крайний недостаток в средствах. В год открытия духовного заведения русская православная церковь прославила епископа Иннокентия в лике святых, поэтому и домовый храм при семинарии был освящен во имя его. Проповедь перед таинством причастия произнес иерей Павел Колесников. Дорогие братья и сестры, сегодня мы прославляем святителя Иннокентия, епископа Иркутского. Вспоминая житие этого дивнего угодника Божия, который, несомненно, является примером для будущих пастырей, важно отметить то горение сердца, которое он хранил в себе, несмотря на никакие невзгоды. И вот, дорогие братья и сестры, в этот святой и праздничный день хотелось бы пожелать преподавателям нашей духовной школы по молитвам святителя Иннокентия здоровья, терпения, крепости, сил в этом Богу годном действительно деле просвещения будущих пастырей. По окончании литургии к владыке Вениамину, ректору семинария, обратился протеерей Николай Грошев, первый проректор Пензенской духовной семинарии. Сегодня под вашим аммофором Пензенская духовная семинария переживает свое второе рождение. Несколько лет тому назад, всего где-то два с половиной года, вашим усердием и предстательством священным синодом было принято решение о том, что в духовной школе, в высшей духовной школе на земле Пензенской быть. И вот за это короткое время Пензенская духовная семинария прошла значительный путь. Тот путь, который другие учебные заведения проходят за десятилетия. Сегодня Пензенская духовная семинария это не только один из лучших духовно-просветительских центров Русской Православной Церкви, но и полноценный вуз, который имеет государственное признание. От лица преподавателей и администрации отец-проректор поздравил высокопреосвященного митрополита Вениамина с Днем Памяти Иннокентия Иркутского и пожелал ему многое и благое лето. К верующим обратился владыка Вениамин, который поздравил всех учащих и учащихся с праздником и отметил, что священнослужитель должен быть маяком, показывающим пастве верный путь ко спасению. Напоминаю вам, дорогие телезрители, что в эфире программа «Вопросы веры». Сегодня отвечает на вопросы прихожан Ирей Владимир Васильев. Батюшка, можно ли читать молитвы дома на русском языке, а не на церковно-славянском? Этот вопрос больше, наверное, актуален для тех, которые только делаются первые шаги в храм. Человек, пришедший в храм, конечно же, слышит церковно-славянский язык, пение на церковно-славянском языке, молитвы на церковно-славянском языке и, конечно же, до конца многих вещей не понимает. Но говорить о том, что и не стоит понимать, это будет неправильно, потому что молитва должна быть осознанной, молитва должна быть с пониманием. И тогда, конечно, стоит прибегнуть к такой общераспространенной практике, когда храм параллельно идет с церковно-славянским шрифтом перевод на русский язык. Будь то молитвы, будь то какие-то богослужебные тексты, и тогда человек, читая на церковно-славянском, параллельно прочитывает и на русском языке, понимая смысл молитвы. Вот это допустимо. В храме, конечно же, недопустимо во время богослужения читать на русском языке, потому что есть церковные устои, есть церковный, скажем так, богоданный язык святыми братьями Кирилл и Мефодием для нас. И мы придерживаемся традиции, мы придерживаемся этого возвышенного языка, чистого языка, чистого слога, который, если сейчас брать понимание русского языка, который уже засорен изрядно, то церковно-славянский язык это язык, который не засорен. Он возвышен, он чист, он божественен. А дома, для человека, который делал первые шаги храма, конечно же, есть возможность читать на русском языке. Пусть это будет для него понятно, осознанно и приятно для души. Чем человек будет мучиться читать на церковно-славянском языке, ничего не понимая, но раздражаясь, злясь самого носового себя. Но со временем человек, конечно же, должен учиться и правильному чтению на церковно-славянском языке. Это необходимо для него. Отец Владимир, а в чем различие между страстотерпцем и мучеником? Когда мы говорим слово мученик, мы очень трепетно это слово говорим, потому что это слово очень емкое, и оно означает то, что человек исповедовал Христа, исповедовал вплоть до своей смерти. Нам известны первые древние мученики, которые были растерзаны, распяты на крестах, которых разрывали дикие животные. И вот мое сердце приведет в трепет, потому что слово мученик подразумевает, что человек не просто был замучен до смерти, а исповедовал Христа вплоть до своей смерти, исповедовал веру во Христа, веру в Бога, исповедовал именно то, что Господь нам оставил, оставил нам наше учение, учение, правильное учение, учение о Сатой Троице, учение о Боге. И вот это для мучеников было самым главным, не просто принять мученическую кончину, а исповедовать Бога, чтобы все слышали, за что человек претерпевает такие страдания. Поэтому от мучеников часто требовали отречения, публичного отречения от Христа, публичного отречения от своей веры, от веры христианской веры. И тогда бы язычники ликовали, если бы кто-то из святых отрекся от Христа. Но святые исповедовали веру стойко, плод до смерти. И тем самым именуются мучениками. Те, кто стойко противопоставил себя злу, противопоставил себя неправильной жизни, жизнеязыческой, а исповедовал жизнь новую, жизнь христианина. Когда же мы говорим о словах страстотерпец, мы должны вспомнить наших святых благоверных князя Бориса и Глеба, которые были замучены своим родным братом-святополком. Вот здесь вопрос как раз-таки заключается в том, что от них не требовали отречения от Христа. Просто из-за того, чтобы править самодержавно, лично, брат пошел на брата убийства своих двух братьев. Вот они именуются как мученики, так еще и страстотерпцами. Также подвиг страстотерпчества был совершен царской семьей. Как пишет святый Иоанн Максимович о царской семье, сам царь претерпел много клеветы, много злобы от людей, много неправды претерпел царь. И его кончина была блаженной, чистой, христианской. И вот здесь мы говорим о том, что от царской семьи требовали отречения от Бога. Просто царская семья испытала на себе гнев власти, гнев безбожной власти. Но с другой стороны, царская семья засвидетельствовала своим образом жизни свою православную веру. Я благодарю вас, батюшка, за интересную беседу. Спасибо, Господи, Машка, за приглашение. А нашим телезрителям хотелось бы пожелать мира, радости духовной о Господе нашем Иисусе Христе. Дорогие телезрители, прислать интересующие вас вопросы вы можете на наш электронный адрес. До свидания, братья и сестры. До новых встреч с вопросами веры. Редактор субтитров А.Семкин